Привет, друзья. Здравствуйте. Крепко вас сразу. Всех обнимаю. Сегодня в интернете. Мы с песней Маха присоединился. Андрей Дермолов. А я вконтакте читаю. Мы, это Михаил Лавицкий и Елена Пельчук. У нас выходит программа с песней 21, в этой песне я пою единственную песню, одну единственную песню, по скульпту, решил все песни спеть. И сегодня, пожалуй, я включил, что я спою абсолютно новые песни. Старый еще подожду. В свою очередь. Андрей Ермулов, добрый вечер. Олеся Николаева, привет, Миша. Привет. Светлана Светланова. Привет, Светлана. Михаил приветствует со страны. Александр Зубов присоединился к трансляции. Максим Лютый, просто фотки. Леонид Мартынов, Маха Ура пишет. Привет, Маха Ура, да. Ваш друг Алена Крылова присоединился к трансляции. А, Алена, она одна присоединилась? Не знаю, Алена, напиши, кем ты смотришь эту трансляцию. Ваш друг Василий Попиль. Олеся Николаева с прошедшим днем рождения тебя поздравляет. Спасибо. Александр Иванов, Миша, привет, пишет. Светлана Маклакова еще раз привет из Москвы. Игорь Конек смотрит, классы показывает нам. Леонид Мартынов, Иван Щучинов. Фейсбук отстает, ребята. Махамбе Таули, там, снюхайся, наступивший. Перепощите, чтобы народ встречался. С днем рождения тебя все поздравляют. Людмила Топорева, Герман Фургалев, Александр Иванов. Это все контакт. Засранец любопытный присоединился к трансляции. Ну, хорошо. А в Фейсбуке у нас Александр Лановой смотрит, Алексей Нестеренко, Татьяна Шашкова, Оля Заславская. Ну, мне тут всех не видно. Я вижу четырех точно. Таня Татусова. Привет, Танюша. Да, Танюша тоже вижу. Привет. Андрей Ермолов, как водичка в Неве спрашивает? Ребята, мокрая водичка в Неве. Проверил, хорошая. Там, кстати, я очень часто. Водичка поднялась. Сейчас овен воды такой, что вот если еще сантиметров пять, и Петропавловка начинает потихоньку тонуть в Неве. Ну, вот я могу надеяться в округках бежать в Неве. Исферкнулся, так сказать. Очередной раз освежиться. Спасибо. Хорошая водичка. А Светлана Светланова пишет, что шарик классный. Да. Друзья, он не просто летает, он летает перед картиной кисти Александра Зубова. Это художник Александра Зубова, с которым мы часто делаем вместе наброски. Учит себя, как правильно рисовать или живописать девушек. В данном случае о том, что пришел с наброска. Ничего не успеваю. Я пытаюсь успеть ответить на все, все, все поздравления, которые были в интернете. Которые есть в интернете. Еще не все, но дня за четыре, я думаю, я справлюсь с тем потоком добрых пожеланий, добрых слов. Вот. И, кстати, помощи, которая пришла в качестве подарков для кусочков фильма, который мы сейчас снимаем. Да, мы мозаику уже начали складывать из кусочков. Да, из кусочков мы стали складывать всех, кто причастен к этому, еще причаститься. Мы очень большую благодарность, друзья. Этот год мне подарил много всяких прошедших годов. Каждый из вас, конечно, подвожу уже итоги. Близко к Новому году. И еще один день варенья. Подвожу итоги. И этот год был у меня замечательный. Я принадлежал слазать на Эльбрус. Там написать, пусть мне дарится, что вас смотрит. Главный продюсер, походу, на Эльбрус. Я туда снова собираюсь уже в марте месяце. И что еще было? Съездил в Турцию с хорошей компанией. И там две недели поработал султаном турецким. Ребята, не просто поработал султаном турецким. Я справился с задачей. И вроде бы оба гарема. В две смены хиратчук. В две смены. В две смены. Да. Видос мы запилили. Не один, два видоса запилили. Передосики, да. Передосики, да. Передосики, да. Передосики, да. Передосики, да. Передосики, да. И еще этот год, знаменитая тема, что мне подарили свет в Турцию. Начал я писать в марте месяце, когда мы с Леной собрались в гости к Непараде. Там Непараде. У Саши Брекова. У Саши Брекова. У них были московские друзья. Ахвалибра дуэт. Да, они были. Или поевы. Да. Вот. Пока мы туда ехали, шел огромный ул. Большой-большой снег. И... Снегопад. Вот снегопад. А как сказать снегопад, но большой? Так надо сказать. Снегопад. Дище. Дище. Да. Это была первая строчка. И в течение полугода я писал Петю Снегопадища. А тут мне давече говорят. Миш, что-то снег у меня в Петербурге. Давай на колду. Пардон. В Нью-Йорке, я не вспоминаю, сейчас такой гололёг. Вам не говорю. Надо бы немножко им прислать сюда нам снегу. Однако я заболтался. Чё ещё не сказал. В данный момент у нас ещё... Чё я про неё не сказал. Я не сказал, что нас сменила Саша... В больничке. В больничке, да. Мы придём. Поправляет своё здоровье. Пусть оно у него будет хорошее. Мы ждём... Мы за неё держим плочки. Держи тебя плочки. Надежку Саши, да? Вот. Всё. Я начал петь эту самую песню, которая для меня случилась как подарок. Убегайте от недели с души. Запирайте окна двери. Не видать ничего вообще. Не видать ничего вообще. Ничего вообще. Бегайте, в огне без души. Собирайте ни хорошего, ни плохого. Жизнь качнется, начнется снова в снегопад. Вещи, убегайте, от метели с души, Собирайте, оптопели, тут будет эту тюрьму, И схема проста, черта перешагивай, И не черта, не беспокойся, что скажет мой век, Эх, сын, и круги ты плачет, как-то. Вещи, убегайте, от метели с души, Собирайте, нехорошего, плохого, Жизнь качнется, начнется снова в снегопад. Вещи, убегайте, от метели с души, Собирайте, оптопели, тут же близкие души, Как встречи поют, салют, нежный зал, Днем тоскают, уют, птицы и снятся, Коснут из лица, и внизу теплицы стремится пыльца. Капчега такого не видел миной, Нойки в пустыне, ныной под землой, С юга нескоро повеют ветра, Береть зимово не покатят до утра, Спето-пето, что это реки, Стихи отливаются в бронзовики, Закопан ванки, проценты, щита, Когда вернулась метелью мухлока. Красота! Будьте, как бы снегопад! В нищем, не видать ничего вообще, За метелью солдат в плаще, Ничего вообще, бегайте от метель с души, Собирайте нехорошего, не плохого, Жизнь очнется, начнется снова, Снегопад! Тище! Бегайте от метель с души, Собирайте от нырых ушей, Бегайте от нырых ушей, Собирайте от нырых ушей, Бегайте от нырых ушей, Собирайте от нырых ушей, Спасибо, друзья, за внимание. Как вам слышно? Что там было видно? Как вам было видно и слышно, друзья? Андрей Ермолов пишет «Завидую по ходу на Эльбрус». Руслан Раитов смотрит с нами, Руслан. Руслан, привет. Анна Орлова. Олеся Николаева спрашивает, когда концерты в Москве будут? Концерты в Москве? Я думаю, что в конце марта будут какие-нибудь концерты. Скорее всего, планируется поездка на Эльбрус. В 30-х числах марта. И по дороге через Москву. И по дороге через Москву. И потому что 30-го где-нибудь марта, скорее всего, в библиотеке от братьев Гримм, как уже появилось, наверное, будет концерты в Москве. Что концерты в Петербург, это 26-го. Олеся, следи за нашими страничками. Там все будет написано. Подписывайтесь на наш канал, как говорится. Ставьте лайки. И вообще... Пишите колокольчик. Да. И колокольчики. Андрей Ермолов пишет, здоровья ей. Это, наверное, про Сашу Смирнову. Да, мы желаем ей здоровья большого. Италия Шавловская смотрит. Юрий Волченков. Светлана Светланова пишет. Супер, в Костроме был снегопадец. Да. А Миша был в Костроме. Был в Костроме. Бывало. Да. В Костроме, в Костроме. Иван Рязанцев смотрит. Иван как-то. Ирина Беляева смотрит. Маха аплодисменты присылает. Эндрю Ермолов. Браво пишет. Александр Куклаченко. Олеся Николаева. Олеся прямо не переслышала. Молодец. Светлана Светланова. Видно и слушно пишет. Леша Иванов. Марина Семенова. Алекс Алекс. Катерина Никитина. Леонид Мартынов пишет. Видно хорошо. Звук на троечку. И хочу переслушать Высоцкого. Здесь вам не равнина. Спасибо. Ну, честно говоря, я, по-моему, я эту песню никогда не исполняю. Что касается Высоцкого, то... Вот анонсик наш. Анонсик, да. Мы сейчас скажем. 26 января на Кушкинской 9 будет спектакль «Наш Высоцкий». Спектакль, который, так сказать, ого-го, как созрел и в классном состоянии находится. Начинал ее одним работать, когда это было намного моложе Высоцкого. И вот продолжаю его играть, когда я уже намного старше. раму побольше поймать быть или не будет вообще запрос. Это, наверное, уже ответили на этот вопрос. Я на ответил, и поводаю за спектакль «Наш Высоцкий». И еще будет спектакль «Наш Высоцкий» в «Русский Алла» на куторе «Елки». Публику будет интересно. Алекс Лесовский спрашивает, опоздал? Да, Алекс, ты опоздал. 21.00 у нас программа начинается. Ну ничего, благодаря интернету можно все переслушать. Да, все будет в записи, все будет, все посмотрите. Кто не расслышал? Олеся Николаева пишет тебе, что «Привет, Миша, от моей мамы». Привет, мама. ее тоже не назовет. Вот. Привет, мама. Илья Анатольевичка. Что еще хотел сказать? Хотел сказать. А, ну да. «Русский Алла» на «Рождество» будет на куторе «Елки» спектакль «Наш Высоцкий» будет 7-го числа. Да, кто хочет на «Рождество» отдохнуть, найдите в интернете сайт «Кутор Елки». Там можно приобрести, наверное, билетики. Обязательно подписывайтесь на канал. Билеты, кстати, там недорогие. Продвигайтесь. Главное доехать. Кто не может прислать денег на поддержку канала, ставьте лайки. Потому что, вот вы смотрите, тут телевизор, тут Высоцкого пели. Такие бестолковые, так неумелые, 5-10-е. Чего ж вас не показывать? Потому что мы не работаем в актере. Вот. Если вы будете нас привлекать по интернету, то решили будет нашим аудиториям. А попса будет немножко. Ну, мы вообще-то, так сказать, попросим. Ну. Да. А ваши лайки нам та же самая помощь. Та же самая помощь. Лайки, перепосты. Перепосты. Люди вот не передают большого значения перепостам. А каждый перепост это очень большая для нас помощь. Поэтому мы даже делаем, вот когда мероприятие у нас, то тем, кто сделал перепост нашего мероприятия у себя на стеночку, мы делаем билет на сторону. Ну, в общем-то, наверное, все мы сказали. Наталья Шабловская пишет «С днем рождения, Миша опоздала с поздравлением». Вечная душевная «Спасибо». Наталья Сорокина присоединилась. Ну, Наташа опоздала, наверное. Нет, Наташа не опоздала. Она вообще придет 22. В записи она посмотрит этот эфирчик. Вот еще я скажу, что вот этот кроме контакта и фейсбука будет запись выложена в «Одноклассниках». Ну, что ж «Одноклассники» побежать. На «Ютубе» всегда мы выходим. Подобно же на «Одноклассники». Ну, что-то посмотрит. Вот и... Смотрите на «Ютубе», подписывайтесь на наш канал. И на «Инстаграм». Мало того, мы дублируем эту запись на... Ну, не только вот на гаджете, но еще и на камеру. На камеру. И на диктофон. То есть, если со звуком будет такая плажа, то мы скомбинируем трек и он появится в интернете в нормальном качестве. Мало того, кинем еще текст с охотами. И вы можете «Убегайте!» Отмечаясь тунической середине. Девушке «Зимний ночь». Да. А с 22-го числа на 22-го в Манхетте мы начнем разворачивать солнце в обратную сторону. «Будет зимний самостоянный», «Будет путь пункту». «Всем миром двигаться к миссию». Наверное, все. С нами был Михаил Малитский. И что? Олеся, да. Мы есть в Инстаграм. Миша там есть. Там, кстати, на страничке сегодня ссылка на Инстаграм стоит. Поищи. Сниму на страничку. А картина? Должника Зубова. Да. Вы можете к Саше Зубову обращаться. Он нарисует вам еще лучше. Напишет. Напишет. Напишет еще лучше. И вы можете подарить это себе или своим любимым, друзьям, возникам. Кому вам нравится. Он пишет портреты замечательные. И все. Все время пишет. Все. На сегодня. С наступающим Новым Годом. Жду вас во второго. Кто не сможет во второго, все равно я с вами. Со всеми континентами. Где? Мира. Мира, где живут. Моружья. На самом деле, мы это в честь лет вбивать на всякие границы. Потому что для меня мир уже не отбиваться в этих неделях. Пока всем. Пока. До новых встреч в эфире. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok